всем привет 8 месяцев я уже владею своей камерой gopro 9 в этом видеоролике хочу рассказать почему именно эту камеру я приобрел с какими трудностями я столкнулся что у меня в ней не устраивает что устраивает в общем посаживайтесь поудобней я начинаю свой рассказ про данную камеру самом деле на тех кто не знает может быть есть новые подписчики которые пришли вот допустим только с появления этой камерой и до этого видео не смотрели до до камеры своей даты gopro 9 я снимал все ролики на телефон пусть это моя первая камера на которую я вообще начал снимать свои видеоролики поэтому если вдруг с камерой с этой что-то случится сломается и очень мощно сильно уроню все равно никуда не дену не буду продавать ничего ничего делать положу на полочку будет как память лежать о том что когда-то я все-таки решился в шаг купив себе камеру почему именно девятая gopro хотя вот такой момент уже были 10 11 даже вам 12 было ли я только только выходила вот момент конечно я не помню поправьте меня в комментариях кто знает 8 месяцев назад было уже в продаже 12 gopro или нет по моему нет или да я не знаю не помню точнее в общем эта камера попалась мне число случайно вообще в поле зрения я помню вечером 1 января 2024 года сидел на диване перед телевизором что-то надоело смотреть уже как-то есть надоелся с новогодние блюда ну да и зайду посмотрю сколько стоит камера и вообще на самом деле рассматривал я не фига не gopro рассматривал я сон там x3000 вам как-то так она называется по беленькой сейчас вот если не забудете это здесь вылезет фотографию камера вообще себе хотел но фишка в том что на тот момент да и на сегодняшний день нет этих новых sonic я смотрел бэушные честно признаюсь да смотрел бэушные думал куплю бэушные камеры ничего в принципе страшного не будет потому что многие же которые продают не только блогера которые вы знаете так просто купили там выпускные подснять детские так для себя что поснять на и купили там раза два-три попользовались и все и продают за ненадобностью начал смотреть авито что герой прям полностью все авито наткнулся на очень интересную цену стоило там что ли по моему 10 тысяч фотографии все хорошо все идеально ну вот на одной фотографии какая-то царапина была я первое дело подумал может быть куда пошел там я подумал может быть у меня там на экранчике царапина а нет нифига не у меня ну что при более бдительном просмотре этой фотографии я понял что это на камере то есть то есть ты красиво специально так хорошо типа вот скол я в описании читать да пишет камера падала линза там уже она повредилась и короче это все я менять не стал вот поэтому продаю ну я сразу в youtube да на тот момент он еще работал вообще отлично сейчас притормаживает поэтому написание ссылка на рутуб переходите если вдруг youtube это уже все окончательно то я буду на рутубе там будет и стримы так же в общем то же самое что на ютубе просто вот поменяем с вами площадку если ютуба будет рутуб поняли да я понял вы тоже должны были понять в общем знаете вопрос вообще соня вот линзы там сремонтировать да стоит это ну так очень дорого у меня в принципе хватало бюджета купить разбитую по сути соньку сделать эту линзу и все но очень многие в конце говорят вы сделаете да это сделают это все и стоит нормально но гарантий то что у вас она будет снимать как завода не будет потому что лиза будет стоять но не оригинально скорее всего оригинальное стоит дорого ну и пик не знаю какому мастеру вы пойдете ведь муж хорошего мастера который сделать все добросовестно и качественно сделать это ему деньги заплатил посадку лизу с донора с донора то есть причем где-то там купил заказанку другой камер купил и все а ведь не знает может это тоже камера падал падал вот так на стол положишь у тебя возьмет бац и это как вот и линза тоже сдвинется стал очень короче все это геморрой но я думала эту камеру покупать не буду начал а видно что дерево дальше один нам стоят 15 тысяч 20 тысяч чё-то знаете так подумал блин и чё ты видел про эту лизу что там чувак раскладывает укуну поставишь ты поменяете вы еще толку никакого от этого может быть и не будет а может быть и будет чуть не так это прям вот эти фразы в душу выелось такие по вот по факту действительно бэушная вещь это кот в мешке как им пользовались как где чего да и так вот начал знаете студировать там за два за восемнадцать тысяч камер тоже вот эти же смотрите соники там протер то есть тут притерся я понимаю что все они скорее всего падали поэт дело что не прямо там все это кто продает это блогер как сказал ранее да любительская съемка на опять же любительский какой-нибудь семейный архив дали там маленькому ребенку камеру эту да он бегает бац бац на него там с рук упал или он там со стола взял его смахнул ну всякое было все мы были детьми всем было интересно когда что-то новенькое появляется было интересно что-то там потрогать мне лично было всегда интересно это разобрать уронить проверить на прочность я был маленькими игрушки даже бывало что купит игрушка даже было до дома не доходил сразу как тут почему-то ломалась не знаю почему не были интересно же разобрать посмотреть чего-то ну короче так вы знаете подумав-подумав я после того я понял что все-таки был уж на камера это код в мешке я плюнул это дело думаю ну ладно пока на телефон поснимаю там возможно когда-нибудь и куплю себе камеру ну прошло минут тридцать и чуть так подумал блин момент в комментариях многие писали на стримах тоже писали где купить из всех камерах тебя смотреть невозможно вожди ролики нормальные снимаешь и рожей а все трясет в общем не невозможно тебя смотреть ну блин ну надо как-то что-то делать ну и захожу назад вбиваю поисковике экшн камеры и самая первая камера выскакивает мне там дигма какая-то там она стоила что ли 6 тысяч думаю сейчас возьму посмотрел на нее всякие держатели думал кай вообще там укладывать в десятку ну ничего себе еще двадцать тысяч там остается думаю нормально так там что-то там может быть домой еще прикупить там не знаю начинаешь смотреть мне обзоры все хвалят хвалят и вот я почти уже на заказы уже почти покупаю но вдруг у меня бац и какой-то знаете тормоз включается резкий и подсознание свой а ты уверен в ней а ты уверен что она хорошая а ты уверен что она не будет хуже чем ты снимаешь на свой телефон или такого же качества такой нет не уверен и у вас говорит давай тогда отложим покупку не будем покупать поехали искать дальше камеру . это китайская китайская тут я уже сам понял что даже не буду смотрите обзор понял что нет и бат выскакивает gopro вот это 9 я так посмотрел в в принципе я знаю много блогер который снимает на голупо даже есть которые снимают на седьмые там должно быть посмотреть на шестые в общем такой думаю нормально почему нет и мне почему-то казалось что вот 9 это самый последний голупо на тот момент в общем чё я не долго думая оформляю заказ все оформил заказ ну да и дальше полистали там еще есть вот 10 стоит там на ум на две тысячи дороже думаю так я понял что я купил уже не самый последний голупо думать его предпоследие смотрю 11 11 стоило там уже 31000 мне не хватило общем в итоге 9 глупо я купил по факту просто пера попавшимся gopro так естественно если на куксова на на 10 я купил бы десятую но но это наведите не судьба не фартанула не повезло с 10 на самом деле когда он нашел 10 может быть отменить 9 заказать там 10 смотрел когда меня привезли бы 9 9 я я заказал первого мне ее привезли 3 а 10 не привезли ваш 5 января ну ладно фиксим вот пускай будет 9 и в принципе знаете я вот нисколько не разочарован что я купил всю девятую гопро да возможно 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 10 она получше чем я не знаю мне знакомых у которых 10 гупо вот алексея к нам легких веков у нас с ним был предыдущий ролик мы рыбачили под тем роликами ссылка в описании вы канал можете посмотреть этот ролик и за одно и в описании подписаться на канал алексей если они подписаны ну что у алексея вот восьмая gopro моя gopro чуть-чуть большего размера у меня есть фронтальный экран у восьмой и нету но в принципе больше отличий нет снимает они одинаково сами все это подписаны на мой канал на канале все это прекрасно видите что в принципе качество плюс-минус одинаково алексей возможно настройки чуть по лучшему я и но близко к базовым настройкам так скажем а так да в принципе в принципе я не вижу разницы между восьмой и девятый тоже нет ни разницы нету ниже девятый и десятый вот наверно между 9 12 разницы есть а вот так не думаю опять же что-то великая разница пройдет только в цене цены конечно камера но сейчас подупали потому что ну тех кто остался снимать ролики на какие-то площадки они как правило снимают на все свои старенькие камеры берегут их тех кто ушел с ютуба вообще в принципе из медийности до больше ничего не снимают то тем наверно особо ты не надо или камеры поэтому они либо свои по продали и мы просто лежат у них на полочке для коллекции курил осуществует с этой случится я конечно же оставлю для коллекции продавать ее точно я не буду все таки первая камера были ли за эти восемь месяцев мысли о продаже gopro и что-то какую-то другую камеру купили но что не только же gopro только сонки есть полно других камер честно да были я не помню что камера называется это камера она поменьше чем gopro у нее нет экранчиков ничего но 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 стоит намного дороже чем глупо ну и знаете вот допустим сейчас на реале да я реально не вижу покупать камеру новую да поэтому если там хотите начать снимать открыть свой канал сейчас это все лучше делать на рутубе блинная ссылка на мою рутуб канал описание к этому ролику делать лучше на рутубе нежели на ютубе что youtube ничего не завтра захлопнется брату полу назад идет и парк там мы с вами вышли из лесу это классно когда мы с вами выходим из леса но не всегда в лесочке хорошо в общем чего от того если вы начинающий блогер то да наверное стоит покупать новую камеру если у вас есть канал невозможно подписчиков смысле вы короче уже снимаете ролики у вас есть камеры то менять я не вижу никакого смысла потому что банально это сейчас дорого да и если ваша камера работает нормально есть на современные настройки как можно современность это настроить то почему вы собственно говоря не остаться со своей родной камеры про минусы данной камеры за 8 месяцев я заметил всего три минус это за один месяц владения первый минус я заметил сразу же первый день как только отснял первый ролик называется он первый ролик с глупо 9 как-то так в общем я отснял ролик у меня дома было светло снимал я это все в световой день свет не вовключен но были от что ли на шторке я короче этот ролик все все умонтирую дома не пойму в чем дело думаешь на телефоне я смотрю на максимум я смотреть на глупо этот заказа он действительно темный и не понял в чем дело также зашел в youtube понял что это проблема глупо то есть углы по немножечко неправильно работа цветокоррекция она затемняет и зимой я вот я купал в январе и соответственно всю зиму я ей пользовался прям так довольно часто и зимой прям я вот заметил то что чуть темнеет и чуть потемнее все когда можно сказать минус для меня это прям минус минус я провожу настройках изменить что-то меня не получилось не знаю почему почему для меня это минус потому что я вам как правило влоги снимаю там два-три дня вот летом светлеет рано темнеет поздно все нормально летом при таком режиме я получается один локс снять но два дня зимой я тоже влог там на 20 на 25 минут у меня получалось снимать ну почти неделю чуть меньше недели придешь темнеет рано тоже там и влажно пока доедешь фигак уже это темного хотя выходишь темно из дома доедешь туда-сюда там выйдешь на пару минут из метро постимешь два-три кадра опять метро выходишь уже оба на пять темно то есть ну короче да немножечко некорректно работают цветокоррект это единственный минус которую мы прям вот он сильно сильно не понравился второй минус это вот фронтальный экран да а когда обзоры пришли обзор начал смотреть когда я только только я только заказал то есть меня сначала дорогу еще как камера но я в принципе когда все обзоры понял что все нормально все хорошо второй минус это вот этот вот экран с экраном конечно отдельная история потому что кран очень много сильно живет зарядки да его можно отключить но я настолько к нему привык реально привык что мне прям как-то даже знаете отключать не хочется поначалу отключу отключу все что-то прямо как-то реально хочешь ты видишь себя ты видишь куда направлена камера ты видишь как ты снимаешься фронтально это классно но зарядка уже больше нас если вот у кого 8 еще 8 гупро еще нет то экраны и реально 8 хватает больше аккумулятора нежели у меня что можно снимать больше это второй минус ну и вот третий минус который реально без тех к из гупро это выключение на холоде выключается она и все чуть похолодает чуть где тут минус минус 6 минус 5 еще нормально но вот начиная от минус 7 и там вот до минус еще 25 да вообще все ей плохо при минус 18 у меня даже она не включилась она включилась там работает две-три секунды выключается вот реально вот но почему сделать решение с этим но его вы называетесь экшен камерой почему так-то какой экшен получается с этой камеры если у вас допустим это не работает нормально нифига ну при холоде да есть также небольшие насчет она может сама там выключиться во время съемки бывает почему-то портит она эти карты памяти но я только эту память она исполнила мы как раз был и по моему минус 16 градусов я снимал пытался снять ролик про курьерство зимой про достовисту отснял снял один заказ начал уже второй брать включил камера все бац выключается и все выключается и все ну до приходит домой я начинаю камеру по начиная карт память пройдем бежит карта памяти неисправно хотя она была от меня новенькая карта памяти очень короче да все достаточно интересно и ну не прикольно очень даже скучно следующий момент ну это уже не минус я звучу а так знаете что немножечко подбешивает следующее что подбешивает это вот реально то что по факту одного аккумулятора хватает на один ролик все ролики там ну чисто чтобы вы понимали ролик то что вы смотрите ролики там могут ролики 20 минут быть 18 там 30 минут но вот у меня получается телефон снимал что сейчас снимаю у меня получается материала грязного на час то есть по-хорошему аккумулятор хватает на час съемки я искренне не понимаю как ее могут называть экшен камерой когда вот при морозе буквально в минус 10 начинает отключаться еще там всякие бывают с ней проблемы да возможно если какие-то боксы подогревающиеся то это все понятное дело что когда снимают такой контент который там требует экстрима все такого по и делу что у них этих камер там 150 штук от одной камеры еще примерно столько же аккумуляторов запасных флэшек полная гора это мы че тут ходим это снимаю по москве ролики туда-сюда съездили по райончику по своему побегаем поснимаем все давай приходим бац в зарядочку поставили вроде нормально вроде все устраивает ну и говорю мне конечно вот это не нравится что он очень быстро разряжается и вот знаете при морозах отключить отключает это происходит также смотрю обзоры попалочная версия не кайфовая версия попала потому что у кого-то попалась первое что она отключалась при жаре а вы помните как у нас летом была жара их стояла жара все лето да какой все лето и весь сентябрь стояла это жара и прикиньте вот так ну я бац и все и в плюс 25 камера и отключается и все и как тут этот контент приснимаешь да никак не поснимаешь все лето было 30 градусов нафиг все были это вы были без контента так контента мало после времени выходит чтобы нет свободного времени да и что-то как-то не знаю пока особый снимать внешне нечего знаете вот опять же что с велосипедом я говорю провел сезон закрытия что сейчас вам здесь скажу да ходить снять по своему району здесь все по своим паркам по всем поедет да вы уже все насмотрели за только за два года чуть больше чем за два года канала а так что-то куда-то ехать ну это надо опять же время это опять же это силы все тут надо всегда на это и желание силы время съездить в другой соседний райончик поснимает для вас ролик и притом ладно тут я все знаю что вам показать как чего а в другом районе у тебя приеду и что я даже не знаю чем вам показать ну теперь говорю про плюс от данной камеры они у нее есть да немного но есть на и минусы в принципе немного 3 минус эти замечания то что нам включается это вся фигня самом деле я к этому привык просто немножечко иногда про реально расстраивает подбешивает но в принципе жить можно я уверен что купи камеру подороже там могут быть свои минусы свои недочеты что любом случае это техника и техника иногда может давать сбой в общем даже присяду что-то я устал ходить в общем это про плюсы данной камеры данная камера достаточно легкая она удобная функционал то есть настроить ее любой человек у которого ни разу не был камер я настроил с помощью гайда и на ютубе все очень легко и просто у камеры их приложение с помощью приложения все это можно настраивать камера всегда заряжается за сюда все хорошо не выгибать не таких проблем типа вот он там не зарядился учет у меня бывает порой телефон мы телефон мой вроде поставлен зарядка идет там посыпаешься ё-мое что такое почему где 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 зарядка на телефоне тут все нормально тут все хорошо тебя все заряжается да она включается до бывает включается выключается на себя сам нормально да говорю в плане съемок вообще отличная картинка четкая то говорю когда темнеет на канал еще темнеет когда темнеет теряется стабилизация но это в принципе наверное такой вывод может сделать не хрен ночью снимать когда темноте когда тему надо это положиться и спать да да ну короче так в принципе камера я доволен плюсы чё еще из плюсов вам рассказать прям такой хороший плюс то что она очень в миссии она влезает в любую сумку в кармане сейчас без сумки в кармане сейчас карман положу и пойду домой спокойно то есть все нормально всегда когда включается выключаются решили звуковое совпровождение типа билим билим я включила билим билим а там выключилась все отлично в мире сразу и таймлапс и режим фото на вам все увидели режим фото я тоже пробовал для себя то фотографировать фотографии хорошие получаются в общем знаете реально вот порой думаешь блин даже так для себя купить не нужно быть блогер на снимать что-то на youtube на рутуб на все площадки вот так думаешь дал телефон вечно переполнен всякие фотографиями бывает очень сфоткать бац и нажимаешь там сфоткать фотография не получилось недостаточно там места объема всего такого вот приходит на площадку и это точно и начинаешь там удалять а понимаешь что удалять а понимаешь что удалять типа нечего то есть но все такое все все надо да говорится и общем это получается так что что ты либо остаешься без фотографий который хотел сделать либо удаляешь что-то тебе важно а вот камеру такую купи пожалуйста и ролик может поснимать вон семейный там да и фотографии их наделать и все это на карту памяти идет и раз там перекинула все пожалуйста да кстати вот для тех мало ли кто покупать глупость это не реклама гоупро ничего просто сказать свое ощущение просто решил такой про голупо это если вдруг решитесь в этом покупайте глупо ну мало ли да то запомнить такую вещь глупо без без карта памяти не работает почему не работает ну понятное дело да у него у этой камеры нету встроенной памяти это в принципе наверное нормально неплохо есть тогда есть фотоаппарат а не стану году и сам микро встроенную память несущенную геморрой потому что вот у меня был фотик помощь на модель на был фотик и там была встроенная память и знаете сегодня на фотографировали светом наснимали все бацкарту памяти вставляю в компьютер что поверь но пустое а в камере все если как из камеры вытащить это конечно все загадка ну по лицу да понятно как в кабель стоишь там компьютер все это здесь же кстати как перекидывать можно перейти и так и с карта память совершивком был уже в камеру перекидываешь можно также через приложение как выгружаешься через bluetooth приложению также позволяется к вай-фаю чтоб телефон твой гупал к одному вай-фаю были подключены все они получены к этому вай-фаю все и и счастливый радостный перекидываешь все эти материалы да иногда бывает тоже вот дает сбой но это было очень редко это когда интернет что конец знаете там мощность или там это бывает да когда это начинают это бац сбой но в принципе потом вот он там допустим загрузил три файла из пяти все ты перед купили подключить и передел все он не будет заново еще те же в три файла у тебя уже есть тебе сохранят а просто загрузить тебе два файла и все будет нормально у меня момент перекидывания ни разу не было такого чтобы она чего-то да не перекинула чего-то куда-то что-то удалилась пропала нет такого ни разу не было чем камера хорошая цена камера еще что-то спросят а цена камеры 26 тысяч рублей я считаю что это очень неплохая цена для камеры за свои деньги вообще я считаю что тема поэтому я рекомендую данную камеру к чему это видео потому что просто вот я вам рассказал что у меня за камера какие с ней плюс какие с ней минусы вообще как вдруг решил почему я решил купить выбирал выбирал соньку но соньки был уж не конечно на самом деле если бы соньки были бы новые скорее всего купил бы себе соньку она и дизайном как-то меня получше на раз так и знаете выпукла длинненькая прикольненькая беленькая ну это тоже чем менял черная гола прошка нормальная хорошая камера мне в принципе она нравится знаете нет такого желания фу нафиг продать выкинуть купить другое игру были были мечты были такие знаете цели может быть как называть очень мечтал мечтал я поменять камеру но писал на это не помню называется но как-то вот она называется а стоит там что-то в районе 70 тысяч даже по-моему дороже ну короче это решил я нафиг буду пока с гопро там посмотрим может быть конца времени куплюсь и гопарку там 15 х там какая выйдет не знаю все глупо вам каждый год они выходят не как айфоны айфон выходит игру пробок на же складывается легкая такое мнение что глупо ты типа какая фондаш но реально айфона есть свои вот эти недочеты опять же айфон выключается на холоде то есть у айфона принципе все те же минусы что я назвал с глупо фиг его не знаю только это вот действительно айфон только виде камера да не не надо бы по-любому какой-нибудь ай камера была бы чем такого они же любят там это все просто хорошая камера и до 26000 это бюджет это сейчас реально бюджетная камера то есть раньше за эти деньги я не знаю можно было купить меня по телефону мере ультра современный хороший телефон да так лет пять-шесть назад сейчас за 26000 даже не купишь хороший нормальный телефон это будет так баловая но тем не менее что имеем то имеем я не жалуюсь нормально хорошая камера ребят я заканчиваю свой ролик ребят девчат правильно называть что на самом деле девушки тоже подписаны на мой канал спасибо вам за это вообще на самом деле всем спасибо кто подписан мой канал переходите по всем ссылкам в описании подписывайтесь на канал ставьте лайки все на новых встреч увидимся с вами в следующем видео до новых встреч всем пока пока